Понятно, что большинство уже копят примагемы на персонажей Натлана. Первую пачку на обнову 5.0 уже анонсировали в новом дизайне, а это точно Геншин? Видимо игра сильно изменится с выходом Натлана. Только что разрабы сделали с Ахавом. За что? Ну прикольный злюка был, фиг ли он теперь как какой-то Раста Пиксель Хамелеон. Верните Ахава и никто не пострадает. Конечно же перед релизом Натлана мало кому интересны баннеры первой половины обновы 4.8. Или может всё-таки стоит к ним присмотреться? Начнём с оружейки. Ржавый лук довольно специфическое оружие, в основном для ейми либо тарталета. Если нет под них достойного лука, то крутануть баннер можно. Ржавый для них очень хорош. На пятой пробуде приближаюсь к их сигнатуркам по урону обычных атак. Если нет под них достойного лука, то крутануть баннер можно. Гроза драконов. Отличная палка на персонажей играющего от реакций. Но таких персонажей немного. По сути худава досянка. Но ещё орликина в некоторых составах. Только для неё существует белая кисть и Беннет в отряд, как бюджетный вариант. Так что выкручивать эту палку можно в основном ради сянки либо хутавы. Лунное сияние. Интересная пушка для Кадзухи из Куки Синобу. Прибавляет им возможность бафнуть команде немного восстановления энергии. Полезный мечик. И если бы не стальной жало у кузнеца, то я бы железно советовал его крутить. А так, разве что ради Кадзухи. Ну и остальные эпик оружия разрабы добавили в баннер, видимо, по рофлу. Никогда не использовал ни ока, ни меч-колокол. Как-то пофиг на них. По легендаркам. Ключ среди пятизвёздочных одноручных мечей единственный с процентами хп. Но в Фонтене у него появился четырёхзвёздочный конкурент. Верфь. Правда тягаться с ключом ему очень трудно. Как-никак двукратная разница по процентам хп. Про Нилу и говорить не стоит. Это её сигна. А ради Кирары, Лайлы, иногда даже Фурины крутануть ключ, конечно же, стоит. Я даже сам подумываю вкинуть немного примагемов ради него под Лайлу. Можно, конечно, обойтись и верфью, но этот меч тоже довольно редкий и нечасто появляется в оружейном баннере. Но если никого из перечисленных персонажей качать не планируете, то смело проходите мимо ключа. Вердикт. Хороший двурук, заливающий кучу силы атаки и немного крит-шанса. Норм-затычка почти любому дамагеру, кроме Итана Эль, которым важнее защита. Когда нет легендарных двуручных пушек, то выкрутить вердикт будет хорошим решением. Но если проиграете на ключ, то всё равно дадут бесплатно Кирару вместе со скином, и будет ради кого его прокачать. Баннер персонажей. Кавих спустя год нашёл ключи от баннера, но честно говоря, я не понимаю такого ажиотажа вокруг него. Откровенно, так себе дамагер даже как для эпик персонажа. В отряде с Нилу ещё ладно, а так без шестого созвездия вообще не вижу смысла его использовать, когда в игре есть куча куда более эффективных эпик дамагеров. Та же Нингуан в баннере. Отличный гео-урон, не без минусов и не каждому зайдёт её геймплей, но по сравнению с Кавихом она куда лучше. А Кирару и так всем дадут бесплатно, и не то чтобы ей нужны были созвездия. Короче, ради эпиков если и крутить, то ради Нингуан. А Кавиха забирать как дополнительный дроп с Нилу. И говоря о Нилуу, среди пятизвёздочных персонажей, она дарит уникальный геймплей, позволяя подрывать дендроядра без участия электроперсонажей. Если бы только не Навия во втором баннере, её всеразносящий зонтик-дробовик и два заряда навыка без созвездий. Что Нилу, что Навия, каждая хороша по-своему. Так что можно забить на всё и крутить по вайфу-фактору. А я, пожалуй, приберегу примагемы на релиз Натлана. Ну а халявную Луну за прошлый ролик с подсчётами примагемов забирает Алекс. Чтобы принять участие в раздаче, пишем в комментарии свой ид из игры, и в следующем видосе мы узнаем, кто Луну забрал. Ну а где я покупаю Луну, вы все прекрасно знаете. На Геншин Дроп, конечно же. Больше года стабильной работы, вопреки всем налетевшим на сайт хейтерам. Вводишь свой ид из игры, оплачиваешь и получаешь гемы. Всё просто и никакого скама. А ещё там тоже постоянно проводят халявные раздачи. Заходи и участвуй по ссылке в описании. Покеда! Субтитры подогнал «Симон»